Пишет мне, что я в прямом эфире. Доброе утро, мир, люди, живущие днём. Господи, люди, живущие днём. И днём, и ночью, и, в принципе, живущие в нём. Пятница, последний будний день на этой неделе, утренний эфир из Горбач, традиционно, по будням, 8 по Берлину, с небольшой погрешностью, как правило, Али-8, Али-8-03, Али-8-04, вот прямо сейчас, чтобы быть точнее, 8-04. Несколько минут, чтобы вы присоединились, и будем общаться. Что у нас сегодня? По пятницам у нас ответы на вопросы, которые вы мне, спасибо вам большое, успеваете понакидывать, даже если я не вовремя отправила это окошко с вопросами. Я иногда настолько могу запариться, что потом вспоминаю, что, о боже, четверг, а я вопросы, окошко для вопросов не выставила. Как же так? Какой кошмар, караул, быстро выставляю окошко, и такие, такие нифига себе, получаю много-много вопросов. Так, те, кто подсвет... Да, 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 я все время забывала, мне так нравится, когда есть подсветка, вот, и я все время, все время забывала. Теперь у меня робот-пылесос следует, служит подставкой для подсветки. Эх, да, потому что я никак не могу научиться им пользоваться, но это лирика, это лирика. Для тех, кто присоединяется, пишем «Доброе утро, мир и люди, живущие в нем», я по вашим приветствиям вижу своих, вижу тех, кто не первый день и не первый раз. Это такая, знаете, банда... Меня как-то спросили, это секта? Я сказала, нет, это банда. Банда Горбач. Для тех, кто меня видит первый раз, меня зовут Светлана Горбач, я психолог, на всю голову, 10 лет как, в теме психологии денег и бизнеса. 10 лет, как я помогаю людям перевозить суммы из головы в кошелек. Ну что, мы не будем сегодня долго, да, не будем сегодня долго делать какие-то вступительные видео. Доброго ранку, Свет, и Люды, всего прекрасного Света. Ага, вот она какая, вариации на тему. Очень даже, да. Пятница под конец недели, такие уже все, блин. Так, что? Сейчас, секунду. Ага, ладно, окей, хорошо, это все нормально. Ну что, погнали по вопросу, что-то у вас маловато сегодня. Что-то у вас маловато сегодня. Прям как-то... Я как-то привыкла, что меньше ста я не начинаю. И, в общем-то, со ста... Ну да ладно. Что, погнали? Да, банда Горбач для меня не метафора. Муж. Что? Банда Горбач для меня муж и дочь Горбач? Серьезно? Очень интересно. Ой, очень интересно, очень интересно. Такс, ну что, поехали по вопросу. У меня сегодня еще группа, я не буду делать долгий эфир, я поотвечаю на вопросы. У меня сегодня еще социальное мужество. Господи, шестой модуль, предпоследний модуль социального мужества. Мне кажется, что социальное мужество началось позавчера. Вот так. Вот так. Позавчера началось предпоследний модуль. На следующий, в следующем месяце, последний модуль и сертификация. Кстати, с этого потока, это так, по секрету, у социального мужества будет сертификация. Будет экзамен и сертификация. Для тех, кому это надо. Ну что, все, погнали. Итак, первый вопрос. Ну, вопросы иногда накидывают, ну капец. И ДРНК тоже, да, и ДРНК тоже, и ДРНК тоже. Вроде недавно начался, уже сертификация, уже, блин, все. В денежных расстановках на картах, вот в понедельник будет специалист разбирать, я специально пригласила специалиста, который будет разбирать аккаунты коллег. Это, ну как бы, не входит в программу денежных расстановок, но мне настолько важно, чтобы у меня мои выпускники потом работали, были узнаваемы, были востребованы, что я начинаю подтаскивать все возможные для этого ресурсы, для того, чтобы выпихнуть их на рынок, чтобы они уже работали, чтобы они уже зарабатывали. И в понедельник будет специальный специалист, который, я не гарантирую, что все там сто с лишним человек она разберет, но даже по разбору, не знаю, там трех, пяти, семи аккаунтов, десяти, не знаю, сколько она успеет, уже по этому разбору абсолютно точно можно будет себе сделать свои выводы. Так, что-то я здесь чуть не пропустила, или пропустила, мне тоже так кажется, да, зараз меньше людей, потому что светлый NFC может выйти на звездок, ну, может быть, может, значит, буду смотреть в записи, кому это важно. Все, прекрасно. Я отвечаю вначале, я отвечаю на те вопросы, которые вы мне успели вот здесь понабрасывать, а потом, если останется время, возможно, поотвечаю на ваши, ну, в смысле, те, кто здесь, да, но, в принципе, всегда приоритите вот те вопросы, которые вы мне накидали. Так, поехали. «Сливаю свою энергию везде, только не в свою жизнь. Как послать всех и заняться собой?» Смотрите, то, что вы сливаете везде, а не только в свою жизнь, вы этим что-то покупаете, то есть вы этим что-то восполняете. Если быть вот прям совсем по-честному, да, вы же не просто так от щедрот душевных это делаете, ну, не обманывайте себя. Вы покупаете за свою энергию то, что не можете генерировать, либо генерить, либо то, с чем разделены внутри себя, да, и тогда хорошо, я не знаю, ценность, значимость, нужность. Просто очень важно быть честным с самим собой в этом месте и очень важно отвечать по чесноку себе, потому что хочется же быть, да, я же когда это делаю, я же какая я, хорошая, заботливая, не знаю, любить меня буду, нужный буду себя чувствовать. Да, и вот для начала нужно посмотреть, а что я покупаю этим, вот когда вы тратите всю эту энергию на все угодно, только не на свою жизнь, что я покупаю этим, с чем я боюсь встретиться, если я отвернусь к себе от всех остальных, возможно, с ощущением одиночества и собственной ненужности, когда это зародилось, возможно, очень-очень давно, очень может быть, что еще до того, как вы помните, да, не знаю, там, одиночество и ненужность, оно зарождается в очень раннем возрасте, ну, в критично раннем возрасте, одиночество и ненужность зарождается от месяца жизни, там, до полутора лет, в некоторых случаях это еще добивается до двух с половиной лет. То есть там есть какая-то травма, которая вас разъединяет с собой, и тогда вы без подтверждения кого-то с внешним миром чувствуете себя там одинокими и ненужными. Да, и идти прорабатывать эту травму. Я очень часто слышу подобные вопросы из серии, как перестать заслуживать хорошесть. Да, ну, можно, конечно, там, рассказать на когнитивном уровне о том, что согласитесь быть плохим, но если внутри есть эта потребность быть хорошим, если внутри иначе кажется, что тебя бросят, и никто тебя любить не будет, а любят тебя только за функцию, то есть отношение к человеку как к функции, если человек перестает эту функцию выполнять, то, ну, как бы, да, он больше не нужен. И вот в таком случае надо идти и разбираться со специалистом с ранней травмой, потому что это чаще всего либо ранняя травма, да, в социальном мужестве мы с этим разбираемся, либо иногда, это может быть еще шоково. Идти прорабатывать, то есть взращивать внутри себя, соединяться с собой. Потому что человек ощущает одиночество и ненужность, когда он разделен с собой, со своей внутреннеценностной структурой. И тогда вы внутри себя становитесь нужными себе, вам нужными, ценными, значимыми. Вам не нужно тогда, у вас снижается необходимость, заслуживость, либо покупать своей энергией, ценность, значимость и нужность от внешнего мира, от других людей. Тогда вы можете заниматься с собой. Так, как научиться хотеть? Как научиться хотеть? Как научиться хотеть? Не хотеть всегда. Не хотеть всегда. Деньги есть. Нет хотелок. Смотрите, если я правильно поняла вопрос, потому что иногда формулировки вопроса такие, что просто так... Пойди догадайся, что я хотела спросить. Так вот, как научиться хотеть, наверное? Деньги есть? Нет хотелок. Наверное, так, я предполагаю. Вантаж. Смотрите, когда у вас нет хотелок, это значит о том, что вы, опять же, рассоединены с жизнью. Вы в состоянии выживания. Выживание не в смысле финансового выживания, а модель функционирования вашей психики. Она где-то застрелит в выживании и не живет. То есть вы выжили, и когда-то была травма, когда-то была какая-то болезненная история. В этой болезненной истории вы выжили, а жить перестали. Потому что выживать, выжить, и жить – это разные вещи. Хотя кажется, что вроде бы одно и то же. Выжить выжили, а жить перестали. И там произошло вот это хотеть структура потребности. Но если бы это была просто история с раненной потребностью, тогда вы бы просто чего-то хотели бы, но не знали бы точно чего, и перенимали бы множество хотелок других людей. И часто путали бы их с собой. А поскольку нет желания, то это в принципе такое апатичное, либо депрессивное, либо преддепрессивное, либо апатичное состояние. И оно говорит о пережитом. Это такой сигнал про то, что когда-то, я не знаю, когда и сколько лет назад это произошло, был пережит какой-то такой уровень стресса, в котором жизненно вот этот драйв был вставлен. И, ну, простите, мне тут мне как-то сказали, зачем задавать вопрос, если вы всегда говорите, что надо прорабатывать со специалистом. Понимаете, вот можно чистить зубы, пока кариеса нет. Когда кариес есть, либо там, не знаю, корень сгнил, то зубы, конечно, все равно приходится чистить. Да, но только сгниющему корню это уже не поможет. Вот это вот та же самая история. Есть какие-то вещи, которые можно сделать самому, есть какие-то вещи, ну, как бы сам себе гинеколог, ну, такое, да, ну, там, стоматолог, гинеколог, нужно подчеркнуть. Ну, такое. И здесь имеет смысл смотреть, где эта точка разочарования, где эта точка травмы. Почему-то мне здесь пахнет разочарованием, но мне, ну, так там, в поле слышно. И здесь никак научиться хотеть. Можно пробовать, но это будет долго, но вдруг, да, когда вы садитесь каждый день, вы выделяете время. Ну, я прям слышу, что вы это делать не будете. Каждый день вы выделяете время, садитесь, и 10 минут, 10-15 минут вы слушаете свое тело, исследуете малейшему импульсу этого тела, своего. Например, да, это постепенно может возвращать контакты со структурой потребности, и возможно, и может быть, очень так получится, очень так получится, что постепенно получится восстановить эту чувствительность. Когда вы садитесь, вот я сейчас прямо говорю, у меня апатия в поле фонет. Когда вы садитесь, так что я сейчас хочу? Да, там, почесать левую ногу. Сразу же почесала. Включить свет? Включила. Выключить свет? Выключила. Попить воды? Попила. Подтянуться? Подтянулась. Да, причем первые там неделю, две, три может быть такое, что вообще в принципе ничего не будет слышно. Но если продолжать, 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 постепенно, постепенно вы начнете, может быть, восстанавливать контакт, если там не было прям травматического, шокового разочарования, можете восстанавливать контакт с потребностями. Потому что это нарушенный контакт с потребностями. Да, нарушенный контакт с жизнью. Либо идти смотреть, где у вас какое-то глубокое разочарование и прорабатывать это глубокое разочарование. Это может быть связано с травматичными родами. Например, что? Что? Когда вы рождались, там многое что может быть. Когда вы рожали, тоже много. Что конкретно? Отсутствие хотелок с травматичными родами. Может быть. Смотрите, если вопрос, может ли быть в теории это связано? Может. Есть ли вопрос, действительно ли это так? Нет. Так, Светлана, куда вам можно скинуть благодарность? Мне, похоже, надо сделать такую же ссылку, куда можно скидывать благодарность. Скиньте монстрам. Есть такой благотворительный фонд, я его фонд очень люблю. Я им очень доверяю. Я не всем фондам доверяю. Вот, скиньте монстрам. Так, ДРНК. Точка. Не понимаю, как совместить в будущей... Ага, здесь два вопроса. Не понимаю, как совместить в будущей деятельности. Как можно соединить расстановки и психоанализ? Изучаю психоанализ, хочу на ДРНК, видимо. Как можно совместить... Слушайте, как можно совместить жареную картошку со сладкими взбитыми сливками? Вот как? Знаете как? Сегодня я ем картошку, а потом взбитые сливки. Потому что если перемешать жареную картошку со сладкими взбитыми сливками, ну такое себе будет. Понимаете? Ну такое себе. Поэтому я не знаю, для чего это нужно совмещать. Это просто когда-то я захожу и работаю. Я не работаю в психоанализе. Я его уважаю как базу. Да? Но мне неинтересно в нем работать. Мне неинтересно. Есть люди, которые вот прям пропсихоанализ, им прям окей и комфортно. Есть методы, которые мне лично, мне не откликаются. Это не потому, что они плохие. А потому что они не соответствуют моим, не знаю, скоростям, моим видениям. Но при этом я не вижу каких-то взаимоисключений. Как можно совместить расстановки и телеску? Ну такое. Ну такое. Совместите расстановку и психоанализ, и вы получите структурные расстановки. Не денежные, но структуры. Ну не совсем, правда, не сто процентов, но в структурных расстановках вы будете обнаруживать элементы психоанализа. Потому что в принципе, что Фрейд, что Юнг, совершенно, ну по-моему, не знаю, гениальнейшие, абсолютно, неимоверно гениальнейшие люди. Но я вот не знаю, что за бред получится, да, там, по солнечному маслу, макароны с помидорами. Но это прям про извращаться. Я могу давать дань уважения к психоанализу, при этом понимая многие вещи, да, это даёт понимание определённых процессов. Когда мне надо, я могу использовать анализ, когда мне надо, я могу использовать расстановки, когда мне надо, я могу использовать телеску. Когда мне надо, я смотрю, как конкретному этому клиенту сделать какой-то свой микс, который зайдёт конкретно ему. Да, при этом я знаю, что вот то, за что я не очень так анализу, да, я никогда не позиционировала себя как, и не работаю в психоанализе. Потому что там есть такие рамки, которые мне не откликаются, не вижу их актуальными, понимаете, не вижу их актуальными. Так, поэтому я не знаю, как вы это будете совмещать, надо ли вам оно совмещать. Мне очень многие догмы, психоанализы не откликаются. Да, при этом это не отменяет, ну, видите, если почва вскапана, не обязательно есть почву. Да, иногда можно есть подсолнечное, или там семечное. Такс, двашка, принимаю решение, а пусть и навагаюсь, не знаю, что хочу. А вопрос в чём, да, а вопрос в чём? Постоянно, это прям, как его называется, да, мама не покажет. Тяжело принимаю решение, постоянно сомневаюсь, не знаю, что хочу. Мне же, ну, как бы, да, и так бывает тоже. Пожалуйста, в следующий раз сформулируйте вопрос, чтобы я знала, на что ответить. Потому что вот такие форматы вопросов. Это мама мне покакать, простите, да, это метафора, вы сейчас её тоже поймёте. Хотя я думаю, что многие эту метафору знают. Да, маленький ребёнок, когда ему надо в туалет, ему приспичило, да, он бежит к маме и говорит, мама, а-а-а. Он даёт маму информацию, он не спрашивает ей, мама, где горшок, мама, там, не знаю, где туалетная бумага, мама, помоги мне снять штаны, там, мама, можно ли сейчас или надо ещё подождать, мама, освободи туалет. То есть он не даёт маме, да, что с этим делать, он ей даёт информацию. Мама сама, мама же взрослая тётка, да, мама такая, а-а-а, если ему а-а-а, значит, нужно, не знаю, штанишки стянуть, памперс снять, горшок дать, там, изглаженную салфетку либо бумажку притащить. Мама дальше знает всё сама. И люди, которые застают вот в таком вот детском, да, в детском позиции относительно учителей, тренеров, других людей, они, когда хотят получить какой-то ответ, не задают вопрос. Они ожидают, что взрослая тётка сама будет знать, на какой ответ, какой вопрос допридумать, и на него даст ответ. И вот это я называю метафорой мамы, не а-а-а. Люди на меня иногда сердятся, но зато, если те, кто доходит до них, что именно в этом имеется в виду, то они потом начинают следить за собой, как они формулируют вопросы. А когда человек начинает следить за собой, как он формулирует вопросы, он начинает учиться брать ответственность за получение ответов. Понимаете? Когда вы хотите получить какой-то ответ, удосуждайтесь сформулировать вопрос. Потому что, в принципе, почему я всё время за это голову откусываю? Потому что то, как вы задаёте вопросы мне, то вы задаёте, так вы задаёте вопросы жизни, так вы задаёте вопросы другим людям. Так вы задаёте вопросы миру, так вы задаёте вопросы высшим. И такие ответы вы получаете. Потому что, если вы не берёте ответственность за получение ответов, вы получаете, шумаете. Понимаете? Вот, вот, мама, ну, шо ж, я каихала, так и сдыбала. Возьмите, берите ответственность за получение ответов. Если вам ответ нужен, тогда формулируйте вопрос. У меня здесь нет ответа. Да, и самое полезное, что я могу здесь в ответ дать, это разъебать. Да, это показать вот эту детскую позицию и несостоятельность в формулировании вопросов. Вот эта детская история о том, что мама, мне а-а-а. Я материал тебе выдал, а ты потом думаешь, что он с этим сделает, чтобы мне было хорошо. Да? Как себя вести с мамой, которая всю жизнь манипулирует тем, что не разговаривает годами, обижается любую форму, на любую форму отстаивания границ. Ну, пусть обижается. Пусть обижается, пусть не разговаривает. Вы взрослые. Если вы ребёнок, который знает, что мама должна любить, что маме должно быть хорошо. Если вы ребёнок, который берёт ответственность за мамины чувства, ну, продолжайте. Мамины чувства – это мамины чувства. Если вы взрослый, это ваши чувства. Если вы не будете вестись, ну, как бы, да, пойти в терапию и проработать необходимость заслуживать мамину любовь. Вы никогда в жизни её не заслужите. Никогда в жизни вы не заслужите мамину любовь. Жёстко, цинично, ну, правда. Никогда мама не полюбит так, как вам этого хочется. Никогда. Маму невозможно изменить. Пока вы зазадачиваетесь тем, как изменить маму, как вести так, чтобы она по-другому себя вела, как изменить маму. Вы развернуты в своей жизни жопой. Вы развернуты к маме. Пока вы развернуты к маме… Боже, какая красивая пациентка. Пока вы развернуты к маме, вы от своей жизни отвернуты. И на личностном уровне, я рассказывала как-то, да, есть разные, есть уровни души, есть личностные уровни. На личностном уровне вы идёте в свою жизнь со всем уважением к маминым выборам чувствовать себя так, как она хочет себя чувствовать. Так, как можно… А, это я отвечала. Так, Светлана, вы берёте на терапевтические сеансы новых людей. Нет, я не беру сейчас новых людей на терапевтические сеансы. У меня передоз в сессиях просто. Просто передоз. Ну, то есть я не беру новых. Я с трудом справляюсь со старыми, ну, и с теми, кто у меня в больших программах сопровождения. Как разговаривать с 16-летним подростком, который начал купить, купить ему… Курить, купить ему сигареты. Купите ему сигареты, вы ничего уже не сделаете. Вы можете только сделать так, чтобы он бычки не подбирал, и ему не нужно было воровать деньги где-то, для того, чтобы себе сигареты покупать. Начал курить, ну всё, начал курить. Покупайте ему хорошие сигареты. Пусть курит где-то, чтобы ему не надо было прятаться, чтобы ему не надо было бычки собирать, чтобы ему не надо было где-то выцыганивать эти деньги. Всё, выдыхаем. Разговаривать можно было раньше. Да, а сейчас вы покупаете сигареты, и на каком-то этапе, либо когда он перебесится, он поймёт, что ему надо бросать и бросить сам, либо, ну, будет курить. В 16 лет, ну всё, начал курить. Курит, курит. Тут бесполезно. На мой взгляд, бесполезно. Всё, во-первых, вы уже не авторитет. Примите, смиритесь. В 16 лет вы не авторитет. Ничего не надо, уже не разговаривать. Уже сказать, чувак, а если вы курите, если вы вдруг не курите, ну, окей, да, тогда просто, блин, не кури, пожалуйста, рядом мне запах мешает. Хочешь курить, выйди на балкон, там кури. Да, а если вы курите, ну, скажите ему, слушай, тебе надо покурить, идём покурим. И всё. То, что я сделала со своим сыном, я ему сказала, он маленький ещё был, я ему сказала, смотри, вот там у нас бар, если захочешь алкоголь, вот там подойдёшь, возьмёшь. Если тебе... Я тогда курила, когда он был подростком. Я тогда курила, я много курила. Захочешь курить, придёшь ко мне, сядешь, вместе покурим, я тебе куплю сигареты. Только, пожалуйста, никаких бычков, никаких вытаскиваний денег, никаких. Вот тебе надо, вот там стоит алкоголь, сигареты, за сигаретами ко мне. Всё. Он курил совсем... Но при этом он танцевал. Ну, он и сейчас танцует. И он какое-то время же начал курить. Какое-то, причём не в 16, по-моему, раньше. Он начал курить. Какое-то время покурил, потом понял, что это мешает ему танцевать. А танцы для него были большой ценностью. Это мешает ему танцевать. У него начинается... Ну, ему тяжело выдерживать все там дыхание. А он танцует, ну, во-первых, профессионально. Во-первых, профессионально. Во-вторых, в таком формате, что там очень важно дыхание. Они такие вещи творят, вообще не представляю, как это можно сделать. Но не суть. Ему это стало мешать, он бросил. Всё очень... Всё очень-очень просто. Говорить уже никак. Так. Как побудоваться стосунки с сестрою? Татуризни, 11 сроки в моложе, стосунки в конфликте. Как построить отношения с сестрой? Отцы разные, на 11 лет младше. Отношения конфликта. А зачем это строить? Зачем? Для чего? Вот если вы будете понимать, для чего, вам станет понятно, как. Я не знаю, для чего вам вообще строить отношения с сестрой, если с её стороны отношения конфликтны. Чтобы что? Чтобы показать своей маме, что вы хорошая старшая сестра, чтобы соответствовать какой-то своей ценности, что я хорошая старшая сестра, чтобы, не знаю, чтобы реализовать какие-то материнские инстинкты по отношению к ней, но это тоже служить маме либо папе. Для чего? Вот для чего? Да. У моих, смотрите, вы имеете право вообще не иметь никаких отношений со своей младшей сестрой. Вообще никаких. У меня разница между моими детьми 16 лет. Старшему сейчас будет 27, а младшему пигалице 11. Сейчас у них отличные отношения. Ну, как отличные? У них, когда они видятся, они просто влюблены полностью. Он её, иначе как ляля или кукла, не называет. Она на нём липнет, ну, вот просто вот она его видит, на к нему прилипается, акип пластырьки, липучка какая, и всё. И вот пока мы видимся, они вместе. Когда они не видятся, они могут не разговаривать вообще очень долго. У него своя жизнь, у неё своя. Ну, вот как-то так. И когда, это сейчас. Ещё раз, сейчас это вот ляля, кукла, и, значит, и какие-то вещи, даже если я переживаю, да, то он там, он, типа, на её стороне всегда. Если я там где-то нервничаю, либо если я вдруг переживаю, он сильно на её стороне. Он же просто знает. У него же плюс-минус такая же мама, хотя ему, конечно, с мамой повезло меньше, наверное. Хотя, не знаю. У моих детей разная мама. Ну, не суть. И вот, я не помню, сколько лет назад уже, ну, то есть, когда она была мелкая, вообще маленькая, помню, ей там, два-три годика, мне казалось, что он её прям не очень любит. Вот прям вообще не очень любит. Ну, во-первых, была ревность, и он как-то прям так, она барышня капризная, то есть то, что ей было позволительно, ему в страшных снах не снилось. И тоже в страшных снах, в детских снах, как и в фантастиках не снилось, что такое может быть позволено ребёнку. А ей это было окей. Ну, когда то, что ему было нельзя, ей было можно. И это вносило определённое, короче, вносило определённое напряжение в отношениях, многое было непонятно. Я жутко переживала, что вот, мои дети, я так хочу, чтобы они были, значит, там вместе, чтобы они там друг друга любили, чтобы они, значит, у них, ну, это же брат и сестра, они же должны. Пофиг, то есть в этот момент, я уже была психологом, но это как-то вот в белой моей, вообще в моём белой пелене было. Я иду к коллеге на расстановку, я говорю, слушай, ну, вот такая ситуация, говорю, есть у меня основания подозревать, что мой старший сын не очень любит мою младшую дочь. Вот как-то вот, ну, давай смотреть. А зачем тебе надо, чтобы он её любил? Вот зачем тебе надо, чтобы у них были хорошие отношения? Тебе это для чего? И это был такой классный вопрос. Мне для чего, чтобы у моих детей были хорошие отношения? Вот мне для чего? И я поняла, что мне это для того, чтобы я себя чувствовала хорошей мамой. Вот хорошая мама, это та, у которой, тогда была в моей идее, это та, у которой дети все друг друга любят, все друг друга дружат, друг друга поддерживают. Ну, как же так? Меня, а если когда-нибудь меня не станет? Кто-то должен быть у кого-то поддержкой. У меня не было старшего, нормально, без старших поддержек и всего остального. Да, и когда вот мы стали идти в работу, я вдруг действительно обнаружила, что единственная причина, по которой я хочу, чтобы у моих детей были хорошие отношения, это чтобы я себе одела медальку, какая я, зашибительская мамаша. А им это может в пень не облокотилась. И самое большое в результате той расстановки, которая была, я вдруг обнаружила, что они имеют право друг друга не любить. И при этом я буду любить их одинаково. Понимаете? Да, в результате того, что я отпустила все это, я сказала так в пень, вот я тебя люблю и тебя люблю, а что там между вами вообще меня не интересует? У меня есть сын, у меня есть дочь. И как-то они между собой в конечном итоге настолько там спелись, спелись и сплелись, да, что когда, еще раз, при этом, если мы не видимся, они могут прекрасно жить друг без друга. Если мы видимся, то они там слепливаются и в принципе, когда мы вместе, я не очень представляю себя, ну как бы, я не очень наблюдаю Игоря отдельно от Дашки и Дашку отдельно от Игоря. Ну вот, поэтому, если у вас задача, значит, построить хорошее отношение с сестрой, у которой, как вам, какие-то конфликты, задайте себе вопрос, нафига? Вот задайте себе вопрос, нафига? Это чтобы маме надо было, ну так пусть мама и любит своих детей, это ее задача, любить своих детей. У вас нет задачи любить маминых детей. Вот нет такой задачи, понимаете? Это мамина задача любить своих детей. И, ну пусть мама с этой задачей справляется. Вот у меня есть задача любить своих детей, я их и люблю. А это не их задача, нефиг перехватывать на себя мамины задачи. Так, что у нас тут дальше есть? Как проживать боль потери близких людей? Мамы, мужа, хоть он и бывший, но как проживать? Сложно? Проживать. Нет, понимаете? Нет какой-то такой техники, которая избавит вас от боли, потери, бывших, потери близких людей. И муж, бывший, небывший, это на самом деле мелочь, такие уж капец. Проживать. Более того, если бы была техника, которая вот так избавляет от боли, в боли много ценностей, пробовать соглашаться, что вы их любите, вне зависимости от того, они являются воплощенные сейчас в теле или нет. Это сложно, это больно. Следить за ресурсами, просить поддержки, просить, чтобы кто-то был рядом какое-то время, пока вы это проживаете. Это ложиться и плакать, садиться и плакать. Разрешить себе в эту боль погрузиться, ее прожить. Боль, она волновая история. Не только у боли, у любой эмоции волновая природа. То есть идет по нарастающей, пик и по не спадающей. Иногда человек настолько боится дойти до пика, потому что ему кажется, что он либо умрет, либо сойдет с ума, либо не перенесет этой боли, не хватает ресурса перенести этой боли, что он где-то вот в этом положении, до пика не дойдя, застреет. А застреет и тогда это такая, знаете, длительная, мучительная боль на года зависшая. Иногда эту болью пользуются, потому что считают, что такая боль обеспечивает продолжение связи. Но продолжение связи обеспечивает любовь, а не боль. И можно соглашаться в том, что я тебя люблю. Не я себя люблю и переживаю, как мне теперь плохо без тебя, а я тебя люблю. И вот в этом я тебя люблю может быть много спасения, может быть много поддержки и помощи в этом. Такс. Дэ-дэ. Дэ-дэ – это, наверное, сокращенно добрый день. Я так предполагаю. Как избавиться от программы жертвы? Проработать травму. Все. Тут очень коротко. Жертва – это всегда последствия травмы. Всегда. Понимаете? В жертве, в травме происходит расщепление личности, расщепление человека на травмированную часть, выживающие, выжившие части и оставшиеся где-то вдалеке здоровые части. Это не произбавиться от программы жертвы, а принять в себе ту часть, которая когда-то в травме была жертвой. Все хотят, ну, все, не все, это такое обобщение, многие там, избавиться от чего-то. Жертва как раз и образовывается тогда, когда от нее пытаются избавиться. Когда ту часть, которую травмировали, она сопряжена с большим количеством боли, с большим количеством крайне неприятных состояний, и от нее хотят избавиться. Но она часть человека. Более того, та часть, за счет, та часть, за счет, за счет которой, господи, та часть, за счет которой была, когда человек смог продолжить жить и выжить. Да? И чем больше человек пытается от нее избавиться, тем больше запускается то, что вы называете программой жертвы. Здесь не от жертвы надо избавляться, а идти прорабатывать ту травму, в которой это образовалось. Де-де, дорогой друг. Да, и любите ли вы Брамса? Да. Так. Дуже более чем ведунки еще их немая. Але вони есть, они есть. Это не правда, что их нет. Они есть. Да? Они есть, просто они не в теле. Но в вашей душе они точно есть. Так. Расхожу с человеком, но кажется, что еще есть к нему чувства. Ну и понимаю, что ничего у меня не будет с ним из того, что я хочу. Да, это бывает болезненное решение, но оно бывает необходимо. У меня папа умер, ой, папа умер неделю назад, и у нас был плохой контакт. Жили в разных странах, и я его видела давно, но появились большие притензии к нему, что он так и не приехал. Ну да, и вы тоже так и не приехали. И вы тоже так и не приехали. Я вам благодарна за вчерашнюю установку, она мне очень супер, я очень-очень рада. Так. Внутренние выгоды помогают держать эту претензию, потому что в этих внутренних выгодах вы сохраняете себе детское место относительно него и связь с ним. Но связь с папой и детское место относительно его можно не только через претензии, можно через любовь. Так. Как я сказала, не ценю себя, какой волшебный пендель, волшебный, видимо, пендель может помочь? Волшебного пенделя никакого. Не может помочь. Никакой волшебный пендель. Единственное, что правда может помочь, это проработка травмы. Все. Ничего больше. То есть, если вы уже там все знаете, что мне все время не нравится, как опускается. Если вы знаете про себя, что вы себя не цените, как образуется вот это состояние, когда я себя не ценю? В момент, простите, травмы. Есть разные категории, разная типизация травмы. Я не буду сейчас уходить в типизацию травмы. Травма такая, травма такая, травма такая. В момент травмы человек как будто разделяется и образуется та часть, которая была живой, вот та живая часть, которая в боли, в травме. И скорлупа, которая выжившая, где-то там еще оставшийся живой человек. Вот эта была такая живая, 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 потом она с болью скукожилась и образовалась защитная скорлупа. Вот эта штука, вот эта штука, она теперь слабая, болючая, униженная, преданная самим собой. то есть симпатии не вызывает. А вот эта штука жесткая, грубо обесценивающая, да, причем вот сюда тоже, во внешний мир тоже, но и не дающая к боли и к живому подступиться. Ценить вот эта штука, вот эту штуку, вот в своей части человека, это понятно, вот эта штука, вот эту штуку не будет. Вот вы получаете о том, что я не ценю себя. А идти надо в наработку ресурсов, для того, чтобы при наработке ресурсов вот эта часть могла чуть-чуть сильнее усиливаться, а вот эта часть немножечко слабеть и давать сюда доступ. И когда в результате проработки травмов вот эта часть раскрывается, вы получаете целостную структуру, которая может теперь о себе заботиться и себя любить. Понятно? Напишите, что метафора с руками понятная, то я вот что называется на пальцах объясняю. Почему у меня при достижении цели, на которую ушло много сил, приходит недовольствие и недовольствие? Вроде бы достиг задуманного, а удовольствие ноль. Потому что когда-то для вас выжить было обесценивание. И поскольку внутри себя вы обесценены, ну то есть вас когда-то обесценили, да, и вам, чтобы выжить, надо было с этим обесцениванием согласиться. Внутри себя вы обесцененная. это многие не его единственное, это паттерн. Внутри себя человек обесцененный, и ему, чтобы принять и присвоить что-то, надо обесценить, простите, до своего уровня, скажешь, в общем, это херня какая-то, конечно. и вообще это мне раньше было надо. И только тогда это, то есть опустить до уровня внутреннего обесценивания, травма обесценивания, и только тогда это можно взять. Потому что пока это очень-очень ценно, я как будто бы не могу тогда сделать это своим. Это механизм, который позволяет вам, в принципе, присваивать то, что вы сделали. Так, Светлана, хочу оплатить, боже, Женя, так, Женя, ты вообще здесь есть? Зарила, а ну напиши, вы понимали, это человек, который, блин, Жень, ты тут есть? Вдруг, прости, пожалуйста, я надеюсь, что ты всмотришь. Метафора понятна, делать сложно. Еще раз, сам себе гинеколог, сам себе стоматолог, хреновая вообще затея. Это не просто делать сложно, это идти в терапию и работать. Ну, вы когда-то видели, чтобы люди сами себе, не знаю, зубы лечили в машину? Не прием, сложно, да, идти в терапию и работать. Все. Я прохожу кучу обучения, но до конца не реализую. Страхи бешеные, не пойму, откуда взялись. У меня за спиной 10 лет бизнеса, а сейчас это возможно проработать на расстановках. с очень большой вероятностью да, но опять же, я сейчас Рабинович, который вам Modern Talking напевает, потому что я не знаю ни какие страхи, ни что значит до конца, где конец реализации, да, потому что я не знаю, где конец реализации, что значит, до конца не реализуюсь. То есть здесь слишком много. То есть в целом в расстановках это можно проработать. Ну, с очень большой вероятностью. Но опять же, то, что у вас за спиной 10 лет бизнеса, я же не знаю, чем этот бизнес закончился. Каким образом? Ну, то есть есть много, много нюансов. В целом это да, проработать можно, но я не знаю всех нюансов. Женька. Коллеги, прекрасные. Одну минуту. Это мой очень старый клиент, который я много лет уже знаю и много лет веду. 14. Жень, если ты смотришь 14 октября ты в Америке 16.30. 14 октября 16.30 по Берлину. Потому что если я сейчас это не сделаю, у меня там одно окошко, если я сейчас это не сделаю, вот так записывается. Старый, я не беру новых, но это очень старый клиент, который вот просто как... я помню, я помню, я помню, я помню, я еще на прошлом тоже была такой же в вопросе, типа, Света, мне хочу к тебе на расстановку, я такая написала себе написать, Женя. как проработать травму обесценивания себя. Допишите еще слово самостоятельно, да, вот как проработать травму обесценивания себя. Поднять ресурсы, которые формируются у ребенка в этом возрасте. Определить это травма развития в возрасте, когда формируется навык ценить свои действия, да, понять в разговорах в том, как человек формулирует речь и формирует речь, встраивает речи, строит речевые конструкции и по тонусу мышц понять, мы имеем дело с шоковой травмой, результат обесценивания себя, результат травмы самоценности или обесценивания себя, как результат травмы развития, потому что они по-разному трапевтируются. Если мы понимаем, что это травма шоковая, тогда выстраивают ресурсы, которые помогут пойти в ядро шоковой травмы, обнаружить там, какое было принято решение и примерно через 2-3 месяца после этого обнаружения, в течение которых вы будете поднимать это решение, да, из глубин бессознательного вовне, сделать шоковый выбег, то есть довести те реакции до конца, которые в нужных мышцах, которые в этих нужных мышцах заблокированы, и потом еще минимум 2 месяца дать такое сопровождение для того, чтобы эта высвобожденная энергия экологично в мышцах была распределена и интегрирована. после этого вы делаете заключительный протокол, который включает в себя интеграцию выведенной возвращенной части и формирование новых копинг-стратегий, которые поможут в дальнейшем себя научиться ценить. Это если мы говорим про шоковую травму. Если мы говорим про травму развития, тогда нужно обнаружить, в каких мышцах этот паттерн хранится, это видно на самом деле по мышцам, в каких мышцах этот паттерн хранится, в определенной последовательности с заданным нужным контекстом включать эти мышцы, давая в эти мышцы послания, которые формируются в результате соотношения контекста структуры характера и эгофункции. И постепенно в течение приблизительно 3-4 месяцев до полугода делать эти включения мышц, постоянно давая подкрепление высчитанными ресурсными либо терапевтическими посланиями, давая терапевтические интервенции, наблюдая и корректируя по протоколу, есть протокол в терапии, по протоколу как меняются, потому что эти послания они послойные, их нужно в зависимости от того, на какой слой клиент поднимается, человек поднимается, то меняются, высчитываются новые послания. Вот примерно так, в зависимости от того, травма обесценивания уходит в травму развития либо в шоковую травму, вот так прорабатывается травма обесценивания. Фух! Я надеюсь, я понятно выразилась. Двигаемся. Я по-другому, простите, я по-другому, да, методичка сам себе гинеколог, ну честное слово. Дайте отчисовать себя, поржу пару минут. Поехали дальше. Господи, не осталось буквально пару минут. Так, 23. Сделала аборт, после родила дочь. Как и на что влияет на мою жизнь? Ох, смотрите, на самом деле зависит от разных нюансов. Зависит от того, насколько в доступе у вас боль этого аборта. Вы своего ребенка считаете первым либо вторым, потому что если вы считаете своего ребенка вторым, вот дочь, если вы считаете дочь своим вторым ребенком, то это хотя бы с нее может быть снимает вот такую нагрузку. Если вы считаете своего ребенка первым ребенком, есть риск, что вообще она наследует судьбу. Риск, это не значит, что это так, риск. Где вы, где человек, не осознавая, может перекрывать себе доступ к ресурсам из-за аборта. Сказать вот так наугад, не знаю. Я когда-то, моя история, у меня есть аборты, к сожалению, еще до того, как я стала психологом-расстановщиком и в принципе хоть как-то ценящая себя и свою жизнь, у меня есть аборты. У меня двое живущих детей, причем старший ребенок, это первый, а младшая, она четвертая. У меня два, на моем опыте, на моей совести два аборта. И когда я прорабатывала, причем тогда я прорабатывала деньги, это было, это было сессия, в которой я, я тогда училась, мы с коллегой прорабатывали туда-обратно, да, Господи, в обе стороны. И была моя сессия, моя очередь, у меня была сессия, я уже не помню до конца вообще никакой контекст, никакой, это тоже были карты, но правда чуть по-другому. И я выдаю, вот это была зима, это был вечер, я выдаю фразу, я помню эту карту, эта карта была в колодек от эмоции Костя до Константина Довлатова, там есть такая карта кошка с котятами, вот что-то такое. И я выдаю фразу, а я билась тогда в какой-то порог, я уже не помню там какая у меня была планка, я тут все никак не могла выйти. По-моему, тогда это еще было там 2000 евро, либо долларов, я тогда еще в долларах все считала. По-моему, тогда я еще в двушку билась, никак еще в двушку не могла выйти. И вот я в каком-то такой момент выдаю фразу из серии, что это сейчас ни в коем случае не ваш адрес, это в моем бессознательном было, да, это было в моем бессознательном. Я выдаю в каком-то запаре, вот это знаете, когда здесь бессознательно вырывается о том, что про какие деньги здесь вообще можно говорить кошка, убившая своего котенка, не имеет права на жизнь. Как оно вообще влияет? Ну, то есть, понимаете, то есть в моем бессознательном я не имела права жить, то есть я сознательно жила, мне казалось, что ну, как бы, собственно говоря, да, притом я, ну, да, а когда вот дошли до глубины, у меня там был запрет вообще на жизнь, на какие-то вообще ресурсы можно было говорить, о чем вообще тогда можно было говорить, если в моем тогда, да, у меня была программа бессознательная о том, что кошка, убившая своего котенка, не имеет права жить, ну, то есть женщина, убившая ребенка, не имеет права жить. Это не про то, что я считаю сейчас там, да, это про то, что в глубине души, и это было под семью замками, под семью печатями, вне доступа, да, но в процессе это вылезло. Поэтому сказать вам, что это, ну, да, как оно влияет на жизнь, оно может влиять как угодно. Правильно ли отказываться от маминых денег, она дает чувство жалости ко мне, это злит. Правильно для кого? Вот для кого правильно? Для мамы? Нет. Для вас? Ну, вы же взрослый человек, вы же решаете, вы же сами решаете, по идее, что для вас хорошо, что для вас плохо. Вот это правильно для кого? Мама таким образом реализует какую-то свою потребность за ваш счет, прикрывая это заботой. Знаете, насилие очень часто прикрывается заботой. А если у сына с женой нет детей, о чем это говорит? Это говорит о том, что это никого, кроме них, не касается. ни меня, ну, как-то я буду, от него запрос, ни меня это не касается, ни вас это не касается. Это говорит о том, что вы пытаетесь засунуть нос в чужую семью. Знаете, ваш сын взрослый мужик с его женщиной. Если там нет детей, то они как-нибудь сами будут в этом разбираться. Ну, вот это точно не касается ни меня, ни вас. Когда в детстве запретила себе хотеть, когда в детстве запретила себе хотеть, а поняла только сейчас, 40+, как себе разрешить. Когда вы в детстве запрещаете себе хотеть, это про то, что ваше желание, мир, а именно мама с большой вероятностью, реагировал так, что вам было опасно. И там, простите, с большой вероятностью есть травма развития. Травма развития это не значит, что вы не развитие. Травма развития это название, классификация травм, это название, когда ребенок в процессе своего взросления от какой-то психологической своей функции отказывается в пользу мамы. Мы это делаем на социальном мужестве. Второй модуль. Когда мы через мышцы, то есть в этот период времени у ребенка формируются определенные мышцы, и эти мышцы запоминают те выводы, которые делают. Мы это делаем на социальном мужестве, это второй модуль социального мужества, структура потребностей, когда мы восстанавливаем у человека, показываем как, потом это делает клиент, да, восстанавливаем, показываем как, восстанавливают через мышцы контакт со своими потребностями. Одно из упражнений, которые я часто показываю, да, это увидеть ручку, взять, это одно из, мы два дня, это два дня, мы только это разбираем, и потом еще минимум месяц или пару месяцев люди это делают. Да, брать ручку и притягивать к себе. Но там целый комплекс упражнений, там целая система того, как включать мышцы, определенные мышцы в определенных, простите, контекстах для того, чтобы постепенно выстраивать внутри себя функцию слышать свои потребности, слышать свои желания и навык следовать за ними. Все. Прекрасно. На сегодня, ровно через 2 минуты начинается модуль по социальному мужеству. Я на сегодня с вами прощаюсь, с вами была Светлана Горбач. С большой вероятностью у нас будет эфир в понедельник, хотя я тут намылилась на семинар один поехать. Ну, в общем, я решу это завтра, но даже если я буду на семинаре, я постараюсь эфир, хотя бы небольшой эфир в понедельник. 8 по Берлину, у меня запланировано предназначение. Поставьте себе напоминалки в календарь. Всем хороших выходных. Пока-пока.